Друзья, всем привет! С вами Елена Литвинова и сегодня мы поговорим с вами на такую тему, как сборка проекта. Собственно, когда вы начинаете любой проект, который идет, скажем, заказчику, любой веб-сайт и прочее, то без сборки здесь буквально не обойтись. В этом видео мы с вами разберем, во-первых, такие вопросы, зачем нужна сборка на проекте в продакшене. В данном примере мы будем с вами рассматривать сборку на примере галпа, и я также поясню, почему я выбрала галп в текущем примере, нежели там, скажем, веб-пак. Также мы с вами вместе пройдем процесс установки галпа и некоторых настроек для примера, достаточно простенького, но мне кажется, для начала это будет самое то, Особенно, если вы только начинаете как-то с этим разбираться, думаю, будет прям полезно и классно. Окей, поехали! Зачем нужна сборка? Во-первых, это минификация. Вы минифицируете HTML, CSS и JavaScript. И картинки, конечно же. Зачем нужно минифицировать? Затем, что это прямая, как бы, ступень при скорости загрузки вашего сайта. То есть, чем меньше все ваши вот эти файлики, тем быстрее ваш сайт будет грузиться. Это очень-очень важная ступень. И на вот эту оптимизацию обращают всегда самое первое внимание. Нужно все минифицировать. После минификации уходят какие-то возможные ошибки в HTML и CSS. Из таких возможных ошибок, которые у меня часто встречалось, это когда вы используете display inline block. Например, у вас есть какой-то список на странице, вы говорите ему и display inline block, и между ними появляются какие-то странные пробелы. На самом деле, это все связано из-за того, что если HTML файл не минифицированный, а написан красиво там, с красивым кодом, то есть перед каждой лид проставлен Enter, то как раз вот этот Enter, он и отображается. Хотя обычно в HTML удаляются все лишние пробелы. Не можешь сообразить, а что случилось-то. И, собственно, когда минифицируешь HTML, ты сразу же не обращаешь внимания на такие вот детали, и все выглядит классно. Второй пункт – это возможность настройки запуска через сервер. То есть, например, на своем YouTube-канале, когда я делала примерчики простые HTML, CSS и JavaScript, я запускала сразу HTML. И какие минусы здесь есть. Самый первый минус – это пути. Потому что обычно есть несколько способов формирования путей. Там картинка, файл МСС и JavaScript. Это, например, точка слэш. Но обычно это когда ты разрабатываешь локально, вот именно запускаешь файлик, индекс, HTML сразу же. Либо вообще без точки слэш. Но обычно, когда работаешь через сервер, то начинаешь путь со слэша. Если вы локально попробуете начать путь со слэша, то высока вероятность, что вы просто уйдете в какую-то хом-директорию и ни за что не найдете те файлы, которые лежат рядом с вашим проектом. Но по-хорошему их нужно начинать прямо со слэша, и тогда обычно все хорошо работает. Запуск через сервер это гарантирует. Далее, настройка Live Reload. Это такая тема, когда вы, например, кодите что-то в редакторе, поправляете, сохраняете, и у вас автоматически перезагружается браузером при каждом поправке и сохранении. Это при разработке очень и очень удобно. То есть вам не нужно там постоянно переходить. Например, сохранили файл, перешли в браузер, перезагрузили браузер, увидели результат. То есть тут обычно сразу все классно работает. Далее, легче тестировать продукт на различных устройствах. Например, вот если взять обычный телефон, то можно через IP-адрес. Вы смотрите, какой IP у вашего интернета, вставляете прямо его и двоеточие порт. И, собственно, благодаря вот этому вы можете сразу же легко посмотреть на любом устройстве, как выглядит ваше приложение. И не нужно там какие-то специальные доступы и магию, короче, настраивать и творить, и как-то соединять через провод, компьютер и телефон. Но, понятное дело, здесь бывают свои, короче, особенности. Это связано иногда с тем, что если у вас интернет, например, не дает вам какой-то уникальный IP-адрес, предположим, у вас на несколько квартир там одинаковые IP-адресы, различия по хостам идут, то здесь реально могут быть проблемы. Я помню, когда жила в деревне, это были годы вот 2011, там 2014. У нас вообще не было интернета, и я использовала мегафон-роутер, то есть такую штуку, в общем, с интернетом через мегафон, и вставляла в компьютер, и, собственно, так получала интернет. И, ну, у меня тогда с этим прям, я помню, были какие-то проблемы. Я совершенно не понимала, почему, например, в университете у меня все хорошо работает на работе, а здесь нет. Вот. Ну, короче, такая тема может быть. И еще, когда вы запускаете сайт через сервер, то можно также опять избежать некоторых неожиданностей с точки зрения кода. Например, самая такая топовая неожиданность, к которой я столкнулась в первый же раз, это был цвет ссылок. Потому что, когда запускаешь обычный индекс HTML файлик, например, вот есть у вас ссылка. Если вы ее никак не оформили, то, например, если вы ее не посетили, она выглядит голубым таким, синим образом. Если вы на нее кликнули, она должна стать фиолетовой. И, как правило, с этим происходят некоторые баги. То есть, если вы запускаете локальный там какой-то HTML файл, то она может не стать фиолетовой. Или вроде стала фиолетовой, но вы как-то недостаточно убрали этот цвет. А ошибки могут быть с тем, что, когда вы в итоге выкладываете свой сайт, а выкладывается он там на сервер какой-то, то наступает сразу же эта проблема. И у вас, например, все ссылки могут окраситься там фиолетово, если вы по ним походили. Но иногда это действительно не нужно. Например, если ссылки находятся в меню, и вы хотите, чтобы у них был всегда одинаковый цвет. И поэтому обязательно в CSS нужно предусматривать такие штуки, как псевдоклассы, active, visited, ну и hover, конечно же. Особенно у visited брать этот фиолетовый оттенок. И, конечно же, третий такой важный пункт, зачем прикольно использовать сборку, это то, что вы можете использовать более какие-то удобные технологии. Например, не HTML, а какой-нибудь шаблонизатор. Например, я использую пак, либо, например, для CSS использовать тоже какой-нибудь препроцессор там, например, я не знаю, stylus, sas, less, что-то такое, с чем можно, где можно добавлять переменные легко, там какие-то вложенные структуры оформлять. И какие-то еще дополнительные штуки, например, через gulp можно подключить тот же вебпак для JavaScript и уже это все собирать. В общем, это то, зачем нужна сборка. Окей, давайте теперь рассмотрим, почему галп. На мой взгляд, галп – это такой многофункциональный сборщик, то есть он умеет работать и с HTML, и CSS, и JavaScript картинками. Можно настроить задачи очень точечно под каждый вот файл. Вебпак – это сборщик, который предназначен для JavaScript. То есть если вы импортируете, скажем, картинки, какие-то стили, то вы потом можете взять вебпаком эти JavaScript файлики, это все распарсить, отделить CSS, отделить там как-то картинки и прочее. Но чтобы реально классно настроить HTML тот же и проще, то есть вебпак не представляет таких возможностей, и поэтому я взяла галп. Это классная тема. И мне кажется, когда вы не создаете какое-то сложное SPA-приложение с помощью React, а делаете какой-то статический вебсайт, который несколько страничек, возможно, то галп – прямо классная тема. Идем дальше. Что мы сейчас с вами сделаем? Во-первых, мы пройдем весь процесс установки Node.js и NPM. То есть я покажу, как это примерно делается, потому что, чтобы установить галп, нам нужен NPM. Настроим сборку, то есть это минифицирование стилей, HTML, JavaScript, ну и плюс запуск сервера через галп. Ладно, давайте поехали. Что у нас есть? Первое у меня, короче, macOS. Я предпочитаю работать через консоль. У меня установлен iTerm 2. Я в основном много работаю с консолью и не устанавливаю каких-то дополнительных приложений для того же GitHub и прочего, просто потому что консоль, она есть всегда, и на любой машинке я ее могу достать, а всякие приложения нужно останавливать. Поэтому мы будем работать через консоль. И система у меня macOS. Первое, с чего начинается установка на macOS, это пакетный менеджер brew. Если он у вас есть, ну, например, то есть набираю в консолье brew, и что-то он мне там выдает. Brew version. Ну, короче, вот, homebrew. Как он устанавливается? На самом деле здесь можно просто поискать, вот, macOS, install brew и зайти, например, на основной сайт. И вот так же вот все установить и должно заработать. Ну, соответственно, по этой инструкции. Идем дальше. Brew установили. И следующее, что нужно сделать, это установить ноди version modules, как он правильно называется. Короче, nvm. nvm. Ноди version manager. Зачем нам нужен ноди.js? Потому что нам нужен npm. npm находится в ноде.js. Поэтому, как только мы установим ноду, у нас сразу же будет доступен npm. Давайте мы с вами сейчас зайдем на сайт ноди.js. И, соответственно, вот здесь последняя LTC версия 14.16.1. Текущая, и там, соответственно, где-то здесь еще есть, не-не-не, API as a downloads, где-то есть еще куча различных релизов. На самом деле ноды релизятся прям реально часто. Вот. Можно установить сразу ее, но обычно, когда вы работаете, там, скажем, может на нескольких проектов, и у вас могут быть разные ноды, версии нод, то очень удобно, когда вы можете ими легко манипулировать, легко переключиться с одной версии на другую. Иногда даже в самом проекте можно указать, ну, типа, какая версия ноды здесь используется, и это делается автоматически. Я рекомендую сразу же устанавливать ноду через nvm. И, собственно, что нужно делать? Во-первых, nvm устанавливается, brew install nvm. После этого у меня были следующие штуки, что у меня в корневой директории, именно такая тильдочка слэш, именно в моей домашней директории, нужно было создать такую папочку, как nvm, да, cd.nvm, и еще там скопировать какие-то дополнительные пути, типа в zhrc, какой-то файл, эластера, вот этот консольный файл, или bash еще бывает по умолчанию, но так как я использую ohma zshell, то, ну, короче, это просто утилита для консоли, которая очень красиво подсвечивает там всякие штуки, то вот здесь еще дополнительные установки нужно сделать. Но на самом деле, когда устанавливаешь этот nvm, то там выходит. Ну, кстати, интересно, если я попробую brew install nvm, интересно, что будет. Возможно, он ругнется, что он уже, типа, установлен, но мне не очень хочется это все удалять, потому что там потом придется, короче, кучу всего настраивать. И, блин, сейчас тут что-нибудь реально удалится важно. Ну, вроде, ладно, пофиг, какие-то логи, кэши. И, ну, вот он написал, что уже установлен. И, типа, когда он устанавливается, здесь по факту должны еще дополнительные какие-то штуки привести, что можно еще сделать. Самое главное, что нужно, чтобы у вас запускалась вот такая команда консоль. То есть я набрала nvm выше. Вот nvm. И у меня сразу вышло нода version manager, такая-то версия. И, соответственно, какие команды можно использовать. Дальше. Что делать дальше, чтобы установить ноду? По факту есть такие команды, как nvm list, или даже можно nvm ls. И вот здесь есть, короче, разные версии, которые у меня, например, установлены сейчас. 12-е, 15-е. Вот, возможно, когда по умолчанию сначала устанавливаешь, здесь вообще может быть пусто. Но я прям 100% не уверена, потому что обычно я просто эту информацию не запоминаю. И, соответственно, чтобы установить какую-то версию, нужно, ну, соответственно, идете в пакет на сайт Node.js, смотрите, какая версия вам нужна там, из 12-й, либо, может, поновее, 14-ю. Обычно рекомендуют устанавливать, если уж последнюю, то рекомендуемую, то есть LTC. И, соответственно, устанавливаете эту штуку следующим образом. nvm install, и, соответственно, перечисляете версию 14.16.1. И таким образом устанавливаете версию. Короче, идти это должно примерно как-то так. Потому что я сейчас вижу, все идет как-то не очень хорошо. На самом деле это связано с тем, что я не так давно перешла на новый компьютер, короче, с процессором M1 от Apple. И поэтому у меня локально стоит 15-я версия на D, и она прямо очень классно работает. Вот. А все, что было предыдущее, у меня прямо поломалось. И прямо очень классно поломалось, что когда я зашла в свой проект, начала устанавливать npm, npm install, и у меня это ушло где-то час, потом выпало с ошибкой. Я тогда думал... Сначала я думала, когда пошла такая долгая установка, что ну мало ли, может там... Не просто же говорят, что когда ты устанавливаешь npm, ты скачиваешь пол интернета. Вот. Но потом я, короче, установила 15-ю версию на D, и у меня прям, не знаю, за 10-15 секунд все установилось, и я такая, опа. Ну, короче, примерно вот такая тема. На самом деле здесь видно, что я 12-ю сначала устанавливала. Вот. И после того, как вы установили версию, вы можете... Скорее всего, она у вас уже будет по умолчанию, там, дефолт установлена, но в то же время вы можете, во-первых, ее выбрать, это через команду use, и, соответственно, прямо у меня версия 15-я, и я просто кликаю enter и выбираю. И еще есть такая штука, nvm alias default, тоже, соответственно, версия. То есть по умолчанию, типа, вот такая версия используется. В основном это все команды, которые я использую из nvm, вот прям серьезно. И, собственно, что дальше? Ну, дальше можно проверить ноди-рв. И вот у меня, ну, типа, версия на D. То есть вот эта команда уже должна запускаться. Мы проверяем версию на D. Вот она вот такая, классно. И здесь же уже должен заработать с npm. npm-rv762. Собственно, вот так мы установили npm. То есть нам стал доступен вот этот пакетный менеджер. Окей, что дальше? Дальше давайте начнем работать с галпом. Первое, что нужно сделать, когда вы создаете, например, первый проект, мы можем, например, сказать mkdir и создать папку какую-нибудь example.gulp. Я частично покажу на example.gulp.ls. Что дальше начинаем делать? Вот у вас есть чистая, абсолютная папка. Вы можете ее открыть. У меня здесь открыт предыдущий пример, который я буду показывать дальше. То есть не будем возиться прям с новеньким, чтобы было побыстрее. Где вот этот example.gulp.gulp.s. То есть по факту это, я открыла ее сейчас в visual studio code. Это просто абсолютно пустая папка. То есть там ничего нет. Следующее, что делается? npm init. init. Короче, и набираете. Package name. Ну здесь пофиг. Версия пофиг. Description можно описать, о чем проект. entry point index.js тоже в целом не важно, git репозиторий, если уже есть какой-то заведенный репозиторий, git, gitwords, можно автор написать, обычно я всегда так и начинаю. Вот и лицензия общедоступна, типа все ок, и потом предлагается вот так вот будет выглядеть ваш файл, и вы типа такой yes, и все. Ну и собственно вот у вас этот файлик создан, и он кстати вот тут тоже появился. Следующее, чтобы настроить собственно gulp, нужно зайти на сайт gulp.js, и здесь у нас есть get started, и соответственно самое начало это quick start, на самом деле здесь можно все вот эти штуки прочитать, я вот когда вспоминала gulp, как это все настраивается, тоже читала все эти вещи, но самое начало это quick start, и собственно вот он тут проверяет там версию npm, и первое что нужно установить, это такую штучку npm install global, прям глобально, то есть это будет не в папке, gulp.ly. После установки вот этой вот штуки у вас станет доступна такая команда, как gulp. Ну сейчас просто ничего нету, никаких gulp файлов, поэтому ошибка, но тем не менее она прям работает. После этого вы собственно создаете проект, как мы сделали сейчас, example gulp, и делаете npm init. И потом еще делаете установку npm install save delf gulp, то есть устанавливаете еще него именно в этот проект в ноде модулес. Ну и соответственно как-то вот так это делается. Да, тут есть какие-то штуки с деприкейтед, но в целом пакет вроде пока поддерживается, то есть если на него зайти, прям где-нибудь ссылка здесь на gulp, gulp. Ну вот, ну то есть вроде 7 дней назад обновлялось, не так много issues. Ну то есть по ощущениям он поддерживается, есть какие-то деприкейтед варнин продукты. Скорее всего внутри каких-то зависимостей вот этого галпа. Но в целом работает нормально. Пока работает все хорошо. Окей, после того как вы это сделали, следующее, что нужно сделать, это создать gulp файл. gulp файл. На самом деле здесь, наверное, все точно также по документация. Ну вот, create gulp файл. Name it gulp file.js. И собственно создаете вот такой файл, то есть вот уже в проекте можно через консоль, либо через прочий редактор это все установить и соответственно уже здесь оформлять его. И давайте теперь перейдем в пример, чтобы, ну все-таки не совсем там все прям настраивать, а я вам расскажу как и что сделано. Короче, Lab FabelArt. Для чего мне это потребовалось? Это для примеров статики. Вот, например, у меня есть три примерчика. Я теперь кликаю на один из примеров, могу кликнуть на демо и здесь я прямо загружаю вот эту статику примера. У меня входящие данные, которые были. Это, соответственно, Orange Story, ну то есть несколько проектов, которые состоят из HTML, JS и CSS. Просто папочки, где расположены вот эти проекты. Ну то есть в примерах на моем YouTube канале вы можете увидеть различные вот эти вот примеры. Вот их ровно три. Внутри архитектура абсолютно такая же. То есть CSS, HTML, никаких шаблонизаторов, препроцессоров и прочего. То есть все вот так. Ну и какие-то там картиночки. Вот, и мне по факту нужно минифицировать это все, запустить под сервером и прочее-прочее. И давайте посмотрим, как я собирала gulp файл. То есть static папка, она создается автоматически. Сейчас я это все объясню. То есть по факту есть вот SRC, gitignore, который я добавила, gulp файл, промейк файл чуть-чуть попозже устанавливаю и package.son. Когда вы начинаете устанавливать различные пакеты, npm, install, gulp, save.dev и прочее, появляется файлик package.log и ноде модулю соответственно. Окей. Давайте посмотрим файлик gulp файл. Что у нас здесь есть? Я бы пыталась по максимуму прямо здесь все так увеличить. А первое, с чего начинается любой gulp файл, это const gulp require gulp, собственно. И дальше уже, ну вот это можно частично пропустить, и дальше формируются задачи. Ну а что такое задачи? Это по факту команда, которая используется галпом, где вы можете описать, например, что делать с html, с css или еще там с чем-то, с javascript и прочее, прочее, прочее. У меня есть несколько задач. Это сервер, клиент, html, css, images, javascript и watch. Давайте поподробнее каждую из этих штук разберем. Ну первое, html, например. Ну давайте с html, да, начнем. Что здесь нужно сделать? Во-первых, нужно взять все файлики html, которые есть вообще на проекте. То есть я беру src, звездочка, звездочка, слэш, звездочка, точка html. То есть это гарантирует любую вложенность. То есть в папке этот html, не в папке, рядышком он не рядышком. То есть абсолютно каждый html в папке src. И, соответственно, я беру эти файлики. И потом путем пайпа, то есть это специальная команда у галпа, то есть все задачи пишутся вот так. Я, соответственно, первое, что делаю, минифицирую этот html. Использую html.min, то есть вот это дополнительный плагин, который устанавливал точно так же npm. И save dev. Да, то есть по факту просто ищите какие-то плагины, например, gulp html.min, и он находит какие-то, вот, например, вот такой сразу же нашел. Ну, примерно этим я и занималась. То есть минифицировала. А потом я использую gulp test и, соответственно, делаю output zir. То есть output zir у меня это static, то есть папочка static. То есть туда просто это все копируется. То есть уже там минифицировался каждый html и копируется на ровно такое же место. То есть структура повторяется. Например, у меня была html в Orange Story, она так и осталась в этой папке. И, соответственно, вот таким вот образом. Ну, то есть очень простая, короче, такая команда. Про эту чуть позже поясню. Ну, то есть это позднее добавлено. Вот, далее css, то же самое. Беру все css, ну, то есть в данном случае src, css, и потом клиент css. Это как раз то же самое минифицирование. Ну, то есть gulp client css. То есть это дополнительный пакет, который также устанавливается через npm. И, собственно, можно вот так потом, ну, соответственно, install и, соответственно, вот так использовать. Конечно, здесь есть еще какие-то всякие опции, настройки, но по-простому клиент css. И, соответственно, также копируем все уже минифицированные css-очки в этот outputdir. То есть папочку static на то же место, где она как бы и была в папочке src. Следующий images. Ну, то есть, опять же, беру все-все картинки. Я их тут даже перечислила svg-шки, jpeg-ги, gif-ки, png-шки. Ну, возможные форматы, которые могут встретиться. Может, еще какие-то есть. Их просто добавлять через запятую. Можно массивом, короче, перебирать вот эти сорцы. И также далее здесь я добавила такую штуку, как gulp if, дополнительный пакет, который позволяет запускать некоторые штуки при каком-то условии. И здесь я сделала такое условие, если это production, то минифицирую картинки. Просто заметила, когда я заюзала этот image min, то я подумала, что у меня gulp вообще завис. То есть я его вроде, ну, типа, пишу там build, и у меня просто зависло все. И я такая думаю, так, наверное, что-то сломалось. Но оказалось, он просто минифицировал эти картинки. Реально там где-то минуту минифицировал. И поэтому я решила его с production соединить, а не сразу минифицировать. Хотя прикольно их сразу, наверное, минифицировать. Но, в общем, вот так. Потом опять же копирование в output zero. Окей, идем дальше. JavaScript. Опять же берем JavaScript. И если production, мы его минифицируем. Вот, кстати, с JavaScript здесь уже действительно лучше минифицируясь в production. Потому что, когда минифицируешь JavaScript, там часто могут прям очень сильно какие-то вещи сжиматься. Но здесь вроде не так плохо все. Ну, вот, например, переменные переназываются. Становятся вместо какого-нибудь нормального названия. Просто какие-то буквы и прочее. И когда вы дебажите код, вам сложнее разобраться, типа, что это за T, A, B. Вот, и поэтому, что касается JavaScript, то лучше его минифицировать именно при какой-то production сборке. А когда, например, запускается сайт, то обычно. Окей, и, собственно, это тоже копируется в output zero. Следующая задача watch. Та-да-да-да. Что делает watch? Когда вы изменяете какой-либо файлик в, так это, статик, в SRC. Ну, например, вы берете и говорите, галерея там один, да, в заголовке. И, соответственно, watch, он просто это мониторит, и он запускает пересборку, вот, например, JavaScript. Ну, кстати, вот еще дополнительная команда gulp-series, еще есть gulp-parallel. Ну, то есть, теперь эти задачи нужно запускать какими-то либо сериями по очереди, либо параллельно. То есть, мы просто берем эти задачи и запускаем их через gulp. То есть, после того, как мы вызываем вот эту штуку, у нас, короче, запуск происходит. И, соответственно, при JavaScript я вызываю еще раз задачу JavaScript CSS images. То есть, любое вот это изменение мониторится. Окей. Дальше давайте мы зайдем в CD. Так, CD Lab Web Alert. Ну, вот, мой проект Lab Web Alert. И следующее, как правило, как запускается сборка. То есть, начинается такая тема, как вот, например, у меня идет D. По факту, если взять чистую команду, то это будет вот так выглядеть, галк-дэк. Ну, то есть, вот она у меня запустилась. Что это означает? У меня запустился, во-первых, Watch. И потом серией запустились вот эти следующие штуки. Я Watch вынесла отдельно и в параллелу, потому что, когда я пыталась его встроить сюда, у меня как-то, например, я его встраивала сюда, у меня начиналось все Watch, и не запускался сервер. И картинки не собирались. Ну, короче, какая-то такая странная бага. И я по-быстрому вот так это все пофиксила, через параллельную задачу запустила. И следующая я из серии запускаю одновременно сборку. Сначала клиент, то есть, это специальная задача, которая просто удаляет все из статика. То есть, когда запускаете клиент, вот эта папка становится пустой. И для этого я использовала пакет Delete. Вот, сначала клиент, а потом собирается JavaScript, HTML, CSS, images и сервер. И сервер, это очень вот это как раз важная часть, про эту еще штуку давайте тоже упомяну. Сервер обеспечивается с помощью специального плагина Gulp Connect. И здесь, собственно, прописывается, вот вы пишете сервер, порт, например, 3000 root. Это откуда запускать, собственно, ваш сервер. Это папочка static. И live reload true. Ну, то есть, перезагрузка страниц. Но еще такой момент, чтобы live reload заработал, нужно к везде, где вы хотите, чтобы это, короче, работало, прописать вот такую вот штуку. Здесь, смотрите, прямо указано, если не production, то типа connect reload. Если не production, connect reload. То есть, вот такие штуки. А production определяется вообще процесс and node and production. То есть, это просто, когда запускаешь команду, задаешь спереди дополнительно вот эту переменную. Попозже покажу, как это выглядит. Ну, и, собственно, вот эта штука, galp.dev, и запускается вот такая тема. Собирается статика. Мы можем с вами даже попробовать удалить эту папку вообще, move to trash, и сделать make dev. И все. Вот у нас пошли все эти командочки. И эта папочка появилась. То есть, тут прямо все скопировалось, все по задачкам прошлось и, короче, сделалось. Теперь по поводу различных задач. Какие у меня здесь есть задачки. По факту, все, что вот вы пишете export server, export client, build и прочее, это все запускается вот таким вот образом. Galp.dev, дальше galp.server и прочее. Если вы хотите использовать просто команду galp, ну, например, то здесь нужно, кажется, export default. Я точно не помню, или export default. Нужно, короче, сейчас, сейчас проверим. Galp.js. Наверное, это где-нибудь вот тут. Нет, еще не тут. Первое. А, вот, export default. Ну, и, собственно, указываешь, например, серия сын. И если вы хотите по дефолту, то прям, ну, вот так вот пишите. Например, если я сейчас скопирую, можно прям копировать, то же самое все делать, и все будет хорошо. Вот я, например, запустила, скопировала точнее, и вот теперь я делаю galp, и у меня все то же самое выполняется. Ну, я решила делать galp.dev, типа, мне показалось это красивше. И несколько, собственно, задач прописала. Ну, или как их, запусков. Да, ну, то есть dev, когда я разрабатываю, соответственно, я запускаю galp.dev. И следующее, например, вот у меня здесь что-то открыто. Давайте еще я браузер открою. У меня localhost.port 3000. И вот у меня, собственно, этот сайт. Он сейчас у меня 3 директа на WebAlt. Я здесь сделала дополнительную страничку. Ну, типа, потому что у меня здесь самый главный пример. Например, окей, Orange Story. Localhost 3000. Я решила другой порт использовать. И вот, мы зашли на страничку. То есть, по факту, все, что здесь запускается, запускается через static. И если вы в том числе указываете здесь какие-то урлы, то в целом можно указывать прям вот так. Index.css. Ну, то есть, без всяких вот этих .slash. Потому что, если так заюзанно, в данном случае, работает. Но у меня бывали проблемы, что не работает. Но вы можете прямо написать от урла. Например, Orange Story. И далее Index.css. И тоже работает. Интересно, что-нибудь изменилось вообще? Да, изменилось. Да-да-дам. И то я сейчас пробовала Command-R нажимать и перезагружать. Хотя это совершенно не обязательно. Давайте это прямо посмотрим. Вот я сохранила. Давайте мы теперь попробуем. История апельсинки 1. Я сохраняю файл. Command-R, перехожу в браузер. И видите, история апельсинки 1. Браузер я не перезагружала. То есть, он сам перезагрузился. И это очень удобно. Особенно, когда разрабатываешь, экспериментируешь и прочее. Особенно, знаете, когда есть, например, два монитора. А у меня два монитора. Я люблю работать с этим. То есть, от ноутбука монитор, где, например, редактор. И браузер на основном мониторе. И, соответственно, ты просто пишешь код и сразу же смотришь, как там все это релоудится. Очень круто. Вот, примерно такая сборка у меня получилась. И давайте я еще про isProduction поясню, как это запускается. Я в пакет джейсоне писала также несколько скриптов с dev, build, client и server. И, соответственно, если нужно запустить build, а build added production, то я просто добавляю такую переменную node end в production. И, соответственно, выполняю задачу. И потом я ее могу вытащить в галф файле через вот такой вот путь. И это, ну, тоже, короче, прикольно и удобно. Ну, и в итоге у меня здесь получился вот такой вот проект небольшой. Еще у меня есть такая тема с make файлом. Я сюда, ну, я просто часто использую на своих проектов make, потому что очень удобно бывает несколько команд каких-то перечислять. Мне, по-моему, вот так. И прочее, хотя в npm это тоже, ну, в пакет джейсоне это тоже можно делать. Но так как тут джейсон, и тут там нужно как-то вот так это все описывать. И если становится много каких-то команд, становится такая строчка очень неудобная. Вот, я часто использую make файл для команд. И у меня это запускается, например, make dev. Ну, то есть по факту запускается npm run dev. Хотя можно было бы, наверное, и галф написать. Ну, не важно, короче, как написала. Вот, и здесь, соответственно, скрипты. И еще, когда вы собираете, например, проект, у меня он есть на гитхабе. Я приложу ссылку, он открытый, поэтому, если вы хотите, можете покликать, даже скачать и установить к себе на компьютер, попробовать. Когда вы пушите проект на гитхаб, очень важно соблюдать такие штуки, как gitignore. Например, обязательно не указывать в ноде modulis. И всякие штуки для macOS есть такие временные файлики dstore. И они лишние, я их тоже частенько просто удаляю. И по факту еще вот эта статика, она тоже не должна пушиться в гитхаб репозиторий. Но пока я еще не настроила какого-то приличного деплоя, когда ты там набираешь какую-то команду, например, make deploy. И у меня, например, сразу же происходит копипастный сервер и со сбором, например, вот этой статики. И поэтому я пока в гитхаб вместе со статиком это все кладу. И там на самом деле в гитхабе можно заиспользовать гитхаб пейдж для этой статики. И типа прикольно. Но сегодня не про гитхаб пейдж. Мне хотелось именно показать некоторый способ настройки галпа. Не забываем подписываться на канал. Точнее подписываться на канал, ставить пальчики вверх. И увидимся в следующем видео. С вами была Елена Литвина. Пока! Почему я всегда так? Это как-то туплю. Такое ощущение, что у меня бывает, знаете, я как бы веду-веду мысль, а потом из головы она куда-то уходит. И ты такой, что такое сборка? Что это такое? И глаза дрожащего просто не хватает.